библия говорит алексей лисич вопрос пишет надя и 19 лет из украины вопрос хороший вопрос в этом возрасте такой важный трепещущий может ли бог не давать друзей почему случается что стараешься быть дружелюбной но все равно друзей не приобретаешь это бог не посылает их или сам человек делает для этого недостаточно то есть может быть я что-то делаю не так очень хороший вопрос ее действительности он волнует до девушек многих но не только их и не только в таком возрасте я встречал и продолжаю встречать многих и многих людей которые испытывают проблемы одиночества по разным причинам они могут быть самые разные вот но для того чтобы увидеть библейское направление каким образом бог видит эту тему несколько главных вещей которые нужно учить самое первое что я хочу посоветовать этой геннаде и всем другим и надем и верам и ленам и марианам никто из людей никакие друзья никогда не смогут быть для нас полноценной надежной опоры и источником радости рано или поздно любые люди подводят в разной степени кто-то предает как петр предал христа кто-то безразличен как ученики спят в то время когда христос молится в гельсиманском саду по этой причине господь дал каждому из нас самого себя как лучшего друга вот почему настоящая полноценная жизнь доступна любому христианину в любых обстоятельствах и это полноценная жизнь в построении глубоких сердечных взаимоотношений со христом кстати часто господь именно по этой причине допускает в нашей жизни предательство или же одиночество или еще какие-то обстоятельства связанные с отношением людей к нам для того чтобы подтолкнуть нас к тому чтобы мы могли искать общение с ним и только с ним чтобы он стал источником нашей удовлетворенности чтобы его нам было достаточно и вот когда это происходит или по мере насколько это происходит вот тогда у нас у христиан приобретается способность иметь правильное отношение к тем людям которые могут стать нашими друзьями причем здесь нужно отметить очень важную деталь в разной степени вот когда мы говорим о друзьях есть разный уровень которые которые это понятие может выражать вот может быть друзья всю жизнь вот люди которые вот как-то жизнь сошлась и они вместе 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 в разных обстоятельствах есть люди которые на каком-то этапе они очень близки они где-то друг другу помогали взаимодействовали ощущали друг друга потом жизнь сложилась так что один где-то в одной сфере там женился или переехал или просто другие какие-то вопросы в жизни стали и они не стали врагами но они уже не не стали такими близкими уже нет такой потребности большой то есть вот здесь мы доверяем богу в том что господь будет посылать тех людей которые нужны будут в нашей жизни кто-то будет ободрять причем самые разные кто-то будет поддерживать кто-то поможет у меня были было много друзей которые были много старше меня они были моими друзьями это совершенно другая дружба чем была дружба у нас подростковом возрасте или когда мы были в молодежи у меня было несколько друзей таких же братьев как и я где мы с ними в поездки ездили кстати павел николай сетковский который сейчас большой человек совете церквей мы с ним очень много когда-то были вот тот возраст когда мы вместе росли в церкви вместе служили другие братья такого же возраста или вот тех же знаешь устремлений и это была общность такая иногда это дружба на расстоянии когда ты периодически звонишь кому-то или тебе кто-то звонит у меня много таких друзей моих сверстников с кем я периодически переписываюсь с кем я перезваниваюсь регулярно где мы обмениваемся мнениями и я точно знаю что этот человек меня понимает опять-таки в определенной степени и вот все это я перечислил это разный тип дружбы но нам нужно видеть что все это от господа если я нахожу свое утешение свою радость в иисусе христе то тогда господь будет посылать мне тех друзей которые вот на каком-то этапе будут играть вот эту роль что они будут проводниками божьего духа его жизни его любви его доброты его благодати в моей жизни вот точно так этой девушке нужно понять то есть перестань зависеть от друзей найди наслаждение в иисусе христе и доверь ему и будь внимательна и служащий всем этим разным людям будь готова сама быть хорошим другом даже для тех кто не откликается да возможно что ты не получаешь взаимности но наша дружба она и заключается в том что она мотивирована она движима любовью иисуса христа его благодатью которую мы получаем от него спасибо алексей алексей замечательный ответ друзья дорогие если вам понравилась эта передача поделитесь с другими и учитесь дружить быть дружелюбными служить другим и кстати одно и служение если вы сейчас поделитесь это истинные другим на сегодня все благослови вас господь дружелюбными служения